всем привет еще раз сегодня у нас утро не очень задалось у нас его сегодня вел себя как ты его сверил а его вёл себя не проснувшимся ребенком ой в общем у нас еще пока здесь пустая такая пустынная кухня но мы уже здесь и обедаем и завтраком и ужинаем это уже хорошо мы наверх еду не таскаем я еще не разложила вот тут всякие специи и остатки макарон что у нас осталось по ящикам будут делать вечером потому что сегодня мы поедем закупать продукты у нас все под закончилась вот сейчас я на остатки колбасы и сыра сделаю в горячие бутерброды и срочно варю суп потому что сейчас разговаривала с детьми дорогой выяснилось что дети меня голодные пришли школы я надеялась что они меня сегодня поведают думаю мы с мишей поедим что у нас остался вчерашнего дня суп назад уже буду варить борщ на субботу а по пятницам детки наши ходят на дополнительные занятия их там чередуют класс разделен на две группы одни рисуют другие занимаются с психологами а потом их меняют местами и вот из-за того что они задерживаются до 12 40 их кормит еще и обедом то есть они после первого урока завтракают и вот потом им еще обед дают мне понаделась у меня придут сыты чё за суп сегодня был какой глаз лапша была снежан понравился суп то нет вкусный был не вкусный а егор говорит чуть-чуть вкусный я это как чуть-чуть но я чуть-чуть поел в общем егор у нас всеядный тест хорошо есть все и если егор не съел то значит это вообще не съедобно а не то что ну вот например дети капризничают да значит это конкретно и невкусно васюша что было назад как сегодня пельмени представляете в школе были пельмени а вкусные пельмени были соленые были егора тебе понравились пельмени его понравились значит более-менее съедобно девчонки есть не стали то есть они у меня значит и утром были ну хра я их еще дома кормлю завтраком но школе значит мы заплатили деньги получается они не съели пельмени потом мы заплатили обед оплатили по 60 рублей с человека они его тоже не съели тоже не понравился а мне только суп там из всего вас что ты сегодня съел из всего да только пюрешку котлетку есть не стала на в общем вот так все грустненько я не знаю что будет потом надо будет присмотреться подумать может быть им как-то с собой домашнюю еду давать даже не представляю как они вот первоклассники там не в классе же они будут есть только что если в столовую с собой нести вот в этом контейнере и кушать то что из дома очень надо будет связываться на с администрации и разговаривать потому что мне не нравится то что я плачу деньги а дети это не едят это во первых а во вторых детям же не вкусно и они остаются полуголодные сейчас вот я суп заварю быстренько простой самый куриная грудка картошка и лучок с морковкой я кстати их не обжариваю сейчас бросаю прям так потому что дети тут на днях тоже жаловались что у них животы болят я сначала напугалась думала все мы наверное тоже сейчас все переболеем потому что идет сейчас волна опять вот эти вот всякие кишечные или гриппы то ли инфекции то ли что-то не знаю как правильно назвать для удобства их все называют ротовирусом но мы как-то были в инфекционном отделении и нам прочли лекцию про ротовирус в общем ротовирус это очень серьезное заболевание слава богу если она с нами не случается поэтому говорить что переболели ротовирусом это надо сначала анализы сделать серьезные это же посев должен быть там неделю что ли посев делается высевают эти вирусные в общем мы не об этом мы о том что нас кормит невкусно да дети не нравится вам еда не нравится а что вам нравится чё на ужин то хотим а ты что снеж какую ты кашку хочешь рисую можете погреть у меня в холодильнике рисовая кашка я лере сегодня утром варила хочешь погреть тебе кашку сейчас погрею кстати катающему мира тоже грела тоже рисовая кашка а он что-то не очень и и ему вы мяско мяско и горды чё там ноги-то поднял на табуретку вас у нас изучает книгу о вкусной здоровой пищи блюда с яблоками что кашу я же говорю дети голодные ладно сейчас будем кормиться потом уже пиша